И некогда с опитами, да помыслим вверху этого. Сегодня стало модным и популярным такое медицинское обследование на предмет определения биологического возраста человека. Кто-нибудь слышал о таком? Да, есть такое. То есть, насколько ваш хронологический возраст соответствует вашему фактическому состоянию здоровья и внутренних органов. Бывает, что человек достаточно молод, но состояние его внутренних органов настолько изношено, что его биологический возраст обешал далеко вперед и наоборот. Фактически возраст человека говорит о его богатом жизненном опыте и очень далекой дате рождения, но его организм еще молод и полен сил. Очень часто такие комплименты получают азиаты. Когда узнают, что мои дочери 20 лет, многие удивляются искренне. Но это так, извините, что я немножко хвастаюсь. Извините, что я такая схвалю. Итак, чтобы иметь хорошее здоровье, в соответствии между биологическим и фактическим возрастом. Что мы делаем? Мы усердно занимаемся спортом. Мы делаем гимнастику, закаливание. Мы делаем различные упражнения, ходим на фитнес. И еще многие сейчас делают, это смотрят модных блогеров и инструкторов. И някои хора гледат модные блогеры и инструкторы. Учатся и повторяют за ними. И се учат и повторят нещата от тяга. Как правильно питаться. Как правильно выстраивать режим дня. Как правильно построят режима на днях. Какие нагрузки нужно делать. И какви упражнения трябва да правят. Правильно? И чтобы добиться результата, нужно, чтобы каждая последующая нагрузка была больше предыдущей. И за да има результат, трябва всяко натоварване да е по-голямо от предыдущего. Особенно мальчишки, парни это знают. Нужно сделать на одно отжимание больше. Особенно мальчишки, парни это знают. Ваше требование направить по едной лицевой поводке. Следующий опыт. Надо сделать одно подтягивание на одно подтягивание больше. Одно набиранное поводке. Нужно сделать на одно приседание больше. Нужно сделать на один жим штанги больше. Каждый раз нужно увеличивать нагрузку. Только так прибавится сила. Только так придет рельеф мышечный. Только так могут вырасти мышцы. Только через определенные усилия и даже боль. Когда в определенном месте рвется мышечная ткань. Только там нарастает новое. И там израство новое. Аминь. Аминь. Друзья, а так ли мы с вами следим за нашим духовным состоянием? Приятели так, али согрежем за нашу духовное состояние. На какой возраст ты сегодня выглядишь и чувствуешь в духовном мире? И на какого возраста соусечтешь в духовный свет? Как вы думаете, по каким критериям или качествам можно определить духовный возраст? По какого критериям и качествам можно определить духовное возраст? Или духовное состояние. Или духовное состояние. Какие есть варианты? Какие имя варианта? Как вы думаете? Так. Так. Проекция на ситуацию. Еще какие мнения есть? Так. Внутреннее состояние. Так. Отлично. Еще? Чудеса. Чудесата. Молитва. Молитва, да. Сигурность в будущем. Так. По внешней молитве. Ух ты. Дори по внешней... Очень интересно. Това интересно. Това интересно. Понятно. Вы все правы. Всички сте прави. Ну, я хотел бы, чтобы мы переосмыслили. Есть ли у нас понимание, куда мы растем? Есть кому-то помыслить, има ты ли разбирание, коде, коде треба да израст вами? На кого мы хотим стать похожими? На кого треба да приличеный? Какие черты характера при этом мы приобретаем и какие преобразуем? И какие качества это на характер треба да придубивами и да преобразовами? Все, что вы сказали, конечно, это имеет значение, и вы все правы. Всичку това, който казахты има значение и веясты, всички прави. Это все важно. Това всичку и важно. Но я хотел бы заострить ваше внимание на трех аспектах. Но иском да отбележат три основные аспекта. Три аспекта, характеризующие духовный рост и твое духовное состояние. Первое. Наверное, многие догадались это. Это любовь. Возрастание в любви. Становится ли ее в твоей жизни больше? Друзья, этот критерий является одним из самых четких и ярких. Можно сколько угодно провозглашать, какой ты духовный. Какая у тебя крепкая вера. Сколько дел ты можешь совершить. Ты можешь хвастаться своим твердым учением и богословием. Но акуняма в тебе вера. Друзья, все это теряет всякий смысл. Давайте мы откроем первое место Писания. Это первое послание Коринфянам, тринадцатая глава. С первого по третьей стихи. Все вы знаете, это глава любви. Мы прочитаем только с первого по третьей стихи. На проекторе есть на болгарском языке. На проекторе мы на болгарский язык. Итак, если все нашли, я прочитаю. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. Аминь. Друзья, какими духовными дарами мы с вами не обладали, апостол Павел пишет, что все они абсолютно ничего не значат. Они бесполезны и ничего не стоят, если в тебе нет любви. Если твое движение, если твоя жизнь и твои действия не продиктованы и не мотивированы любовью, это все пустое, то а всичко и напраздно. Как мы живем? Нас не удивляет, когда мы делаем что-то для своих родных и близких. Которых мы любим. Так ведь? Так мы проявляем свою заботу. Когда у совсем маленького ребенка может забиться носик, он не может дышать? Не может дышать. Грушкой ты не можешь отсосать сопли? Есть такая... Има уред, с който можешь да махнеш тежи сополи, да ги... Да. Има ли таков уред в Болгария? Да. Ладно. Да. То есть, когда такое происходит, нет возможности отсосать сопельки из носика маленького ребенка, родители делают это ртом. Кто здесь родители? Вы понимаете, о чем речь идет? Разберет или за какого-то с того дома? Для кого-то стала это проблемой, если бы с их ребенком это произошло? Я думаю, что нет, это абсолютно нормально, проявление любви и заботы о своем ребенке. Твоя нормальная проявление любви и заботы о своем ребенке. Со стороны это может показаться очень даже неприятно, да? И у страны может быть, да, изглеждая неприятно. Для родителей это нормально. За родителей это нормально. Друзья, еще каких-то 25-30 лет назад не было памперсов. О, что пройти 25-30 години не существовали памперсы. И не только для маленьких детей. Не само за маленькие деца. Их не было для взрослых. Дори за возраст не гимал. Не было непромыкаемых простыней и непромыкаемого белья. Не было специально хавли и белья, которое туда не си намокало. Не си намокаряло. Я уверен, что многим приходилось, ну или некоторым приходилось ухаживать за своими родными, которые в силу определенных обстоятельств не могли ходить и оказывались в лежачем положении. Их надо периодически переворачивать. За ними надо протирать, ухаживать. Их надо кормить. За ними надо убирать, переодевать. Надо следить, чтобы не было пролежней. Когда больные или пожилые родители, извините, ходят под себя. И когда больные, возрастные родители ходят до туалета на вечер в льготу. Их надо подмывать. И это тоже нормально. Потому что это тоже продиктовано нашей любовью. Когда мы можем делать даже самые неприятные вещи. Из-за любви. Мы заботимся о тех, кого любим. Своих любить очень легко. И да обичаме своите хора е лесно. Какая польза от того, что мы любим только тех, кто любит нас. Какова е ползата от того, да обичаме само тези, които нас не обичат. Написано, что так поступают и язычники. Пиши, что так поступат язычники. Так поступают все. Так поступат всички. Примером того, к какой любви надо стремиться. И примером на любовь, к которому надо стремиться. Конечно же является Иисус. Това и любовь на Иисус. Учиться любить у Него. Да се учим, да обичаме от Него. Мы все это прекрасно знаем. И может быть для многих это не станет каким-то откровением. И всички това прекрасно знаем. И за некое, может быть, не откровение. Вся жизнь Иисуса Христа это воплощение любви. И целый от живот на Иисус Христос, твой воплотянный на любовь. Мы часто слышим из замученные наизусть, избитые фразы и стихи из Библии. И часто чуя мы фразы, которые со наученными от Библии это наизусть. Для многих из нас они могут даже не проникать внутрь. И за некую тедури не докосываться в цвету им. Потому что в них нет ничего нового. За что-то в тези думе няма нечто новое. Но я призываю вас. Но ведь призываю вам. Попробуйте хоть немного попрактиковать и найти несколько мест Писаний. Пытайтесь, да наберите несколько мест от Библии. В которых говорится о любви. Перечитайте их. Думайтесь в них. Поразмышляйте над ними. Переосмыслите. Я уверен, что Господь покажет вам еще неизвестные грани любви. И мыслите Бог, чтобы покажет, что неизвестны за вас страны на любовь. Пусть это будет таким небольшим домашним заданием. Кто готов это сделать? Кое готов, да го направи. Аминь. Есть желающие познавать и возрастать в Божьей любви. Аминь, аминь. Да, возрастать в Божьей это любовь. Самый бесспорный признак духовного возрастания человека. Бесспорный признак за человека, который возрастал в духовном. Это способность жить в любви. Твоя способность доживая его в любовь. Поступать по любви. Да, поступать по любви. Мы учимся любить у Иисуса Христа. Мы учимся любить у Иисуса Христа. Как любит он? Как убитча той? Как он любит? Как той убитча? Это написано? Два пищи. Послание к римлянам в пятой главе. Послание к римляне 5 глава. Тоже все прекрасно знают это место. И месячные частички знают это место. Пятая глава, восьмой стих. Осмой стих. Римляне 5 глава, осмой стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Аминь. Аминь. Мы даже наизусть знаем этот стих. Иисус умер за нас, грешников. Написано, что Он не согрешил ни в чем. Даже когда Его избивали. Аплевали, раздели до гола. И повесили на кресте. Он не перешел грани и не согрешил. Он не сказал никому грубого слова. Никого не проклял. Никого не обещал наказать. Наоборот. До последнего Он молился за них и благословлял их. До края Той се и молил за тях, ги и благославил. Праведник умер за грешников. Праведник умря за грешницей. Как Вы считаете достойный пример? Как мислите дали това и достойный пример? Да, это сильный эталон. Това и сильный эталон. Так, настояща любовь она не мстит. Истинската любовь не отмуштава. Она не ищет как отыграться. Тя не търси как да се отыграй над человеком. Истинската любовь не ищет возмездие. А как мы поступаем? Как ние поступваме? Когда нас обижают. Когато ни обиждат. Или косо посмотрят. Или на косо ни изгледат. Неправильно нас обслужат. Неправильно ни обслужват. Поступают по отношению к нам, как нам кажется, несправедливо. И по нашето мнение поступват несправедливо к нам. Во всех этих ситуациях как отвечать? Във всички тези ситуации как да отговаряме? Нас не надо учить. Не трябва да ни учат. Правда ли? Наоборот. Нас всегда учили, что надо всегда давать что? Надо давать задачи. Винаги са ни учили, че трябва да отвръщаме. Ако не обиждат, трябва да отвърнем на това. Ну, мы так живем. Така живеем. Однажды я стал свидетелем такой ситуации жизненной. В одной из штанах свидетел на една жизненная ситуация. В детском саду в одной группе. В детском городинке воведна группа. Маленькие мальчики между собой повздорили. И малки умчета започны хадосыкарат помеждуси. Ну, немножко там помутузили друг друга. Малку удряха един друг. Да. И папы, стоя, вот, разбираясь в этой всей ситуации, учили своих детей, своих пацанов. И баштите стояли в той ситуации и учили сыновете си. Драться нельзя. Не трябва да си бейте. Обижать нельзя. Не трябва да убеждате. Игрушки отбирать у других нельзя. Не трябва да взимате чужди играчки. Пожмите руки там, все, вы друзья и так далее. Трябва да, ну, примерете си, останете, приятели. Ну, когда отошли в сторону. Папа спрашивает у своего сына. Ну, как? Кто кого? Папа, я ему надавал. Реакция папы какая? Красавчик! Молодец! Так мы живем. В церкви мы говорим о любви. Но своих детей учим всегда давать сдачи. Не молчать, а стоять за себя. Да не молчат, а да отстояват себе си. У нас реакция вылетает на автомати. Реакцията не излезла автоматично вече. Мы еще многим неверующим людям можем фору дать. Можем на някои неверующие хора да им покажем, как трябва да отвршить. Эти навыки нам привиты с детства. И иногда человек даже не успевает да говорить свою фразу. Понякога человек даже не успевает да заврши фразата си. А у нас уже вылетает заготовка. А вече имаме подготвену... Такая тирада из определенной... Из определений, какой этот человек... От определения, каков этот человек... Откуда у него руки... Мы все выскажем про его семью... Про родственников... Да, и даже в каком направлении ему двигаться. К большому сожалению, это так. Да, с одной стороны, это кажется, может быть, смешным и забавным. Друзья, ну это показатель нашего духовного роста. Никто на земле не переживал такого позора, как Иисус. Никто на земле не переживал такого позора, как Иисус. Когда Он въезжал в Иерусалим, Он был принят как Царь. Когда Той влезал в Иерусалим, Той был предковател Царь. Весь в славе человеческой. Целия в славе на человечестве. Окруженный обожанием и вниманием. Обиколен от внимания и харесване. Всички Го харесвахат глава. И через несколько дней избит. И само след няколко дни вече Той е избит. Мучим, опозорен, оплеван. Измучен, опозорен. Оплюван. И Он всех мучителей получе покрывал Свою любовь. Обаче всичките мучители Той покрывал Своя любовь. Дори тези, които предават Исус, са обичани от Него до края. Церковь – это не игра в любовь. Это не то чувство, когда там бабочки в животе или что-то другое. Это реальное свидетельство и подтверждение, что такое Божья любовь. Потому что Бог есть любовь. За что это Бог и любовь. Аминь. Я благословляю именем Иисуса Христа, чтобы наше хождение перед Богом и людьми наше духовное возрастание было мотивировано и продиктовано возрастанием в любви. И духовное возрастание будет мотивировано от израствования в любовь. Аминь. Аминь. Давайте пойдем дальше. Вторым критерием. Второй критерий. Духовного нашего роста. Наши духовного роста. Является. Сеявява. Послушание. Послушание. Насколько ты послушен Духу Святому, Божьему, Слову, Божьей воле? Как ты послушен на Святие Дух, на Божьем Слове, на Божьей воле? Как вы считаете, родители, нам нравится, когда наши дети нас слушаются? Родители, да как смятят, я до левих нехоресово, куда-то наши родица не слушают. Мы счастливы, да? Не смешно, а с леви тугало. Мы чувствуем себя, правда, состоявшимися и счастливыми родителями. А как, по-вашему, какими детьми по отношению к Богу, нашему Небесному Отцу, являемся мы? Как мыслите, как видится, смей за Бог? Послушные мы? Дали смей послушные лица. Пусть это останется таким риторическим вопросом. Некоторые дают устану, который риторичен вопрос. Можем ли мы уместить у себя в голове, насколько нравится Отцу нашему и Небесному, когда мы послушны Ему? Жизнь Иисуса Христа с первого до последнего дня – это исполнять волю пославшего Его. Иисус говорит, что я ничего не делаю сам по себе, от себя. Но я исполняю все то, что хочет от Меня Отец Мой. Иисус был послушан Божьей воле. Это также является свидетельством того, что человек растет духовно. И по этому критерию есть несколько моментов, на которые я хотел бы привлечь ваше внимание. Какие библейские примеры послушания нам известны? Какие мы знаем? Какие примеры за послушание от Библии не познавали? Авраам. Самый первый пример. Примерно Авраам. Авраам. Как поступил Авраам, отец веры и многих народов? Как поступил Авраам, отец веры и многих народов? Был ли он послушен Богу? Далее был послушен на Бог. Бесспорно. Разбирайся. В книге Бытие написано, что Авраам был далеко не бедным человеком. Бог его избрал? Бог его избирал. Сказал ему оставить все? И идти в неизвестное место. В другую землю. Авраам что сделал? Исполнил? Той исполнил Това. Пошел. Той утиды. Почему? Зачем? За какво? За что я утишил там? Послушание и вера. За что Той имел послушание и вера? Аврааму было обещано много обетований. На Авраам Бог обещал много обетований. Бог даже заключил с ним завет. Дури исключил завет со снегу. Послушался Авраам Бога. Авраам был послушан на Бог. И в подтверждение завета. И в подтверждение завета. Что он сделал? Какво я направил Той? Обрезал весь мужской род. Той обрезал целям мужский род. Причем сделал это впервые. Той направил Това запорю под живот. Было у него понимание, что он делает? Далее Той разберу, как его правил. Такой практики еще не было. Това никой още не е правил до сега. Он был послушан. Той е бил послушан. Увидел ли Авраам все обетования при своей земной жизни, которые обещал ему Бог? Дали Авраам е видял всички обетования, които Бог е обещал на него през земния си живот? Нет. Не. Нет. История с Авраамом учит нас одному из определений духовного роста. И историята с Авраамом не обучава за едното определение за духовния рост. Быть верным и послушным Божьей воле? Да будем верны и послушны на Божията воля. Когда не видно. Когато дури не виждами. Когда ты не виждашь. Ты можешь не видеть пути. Можешь, да не виждашь путя. Ты не можешь видеть способы исполнить волю Отца Небесного. Можешь, да не виждашь начин, когда исполнишь воля на Бог. Твой физический глаз или органы чувств не видят объективных причин слушаться. Твой разум говорит вообще обратно. Твое окружение может крутить у виска и говорить, что ты сумасшедший. Всегда выбирайте сторону Бога. Всегда проявляйте послушание. Давайте вспомним вкратце еще одну историю библейскую. Историю вдовы из Сарепты. Помните эту историю? Вкратце. Бог отправляет пророка Илию. В землю Сидонскую. И говорит, что там тебя будет кормить одна женщина. Приходит Илия к этой женщине. Встречаются они. И он попросил у нее немного еды. На что она ему ответила. Что муки и масла у меня осталось только на один и последний прием пищи. А что дальше? Дальше голодная смерть. На что Илия обещает этой женщине. Если она накормит его сначала его. А потом приготовит себе и сыну еду. А следует приготовить храната за себе с и сына си. То мука и масло не закончатся в ее катке. Мы с вами как бы живем в материальном мире, да? Не живем в материальном мире, да? Если мы отдадим последнюю еду чужому человеку, что произойдет? Давайте смоделируем ситуацию. К вам домой пришел пророк, служитель Божий, там, человек, миссионер, апостол. Голодный, уставший, проделал большой путь. Просит у вас покушать. А у вас в доме еды осталось только накормить, чтобы с себя там и ребенка, и все. Но он просит накормить сначала его. Это значит взять порцию еды. Которая предназначена, допустим, малышу, ребенку. И отдать ее. Что дальше? Непонятно. Не все знают. Вообще непонятно. Вернее, понятно. Дальше смерть? Да, может, следует смерть. Как поступила эта вдова? Как и поступила от Азии в Дувице. Послушалась Бога и послушалась Илью. Я установила послушанную Богу и такая направила, как приказа Илья. Приготовила из последних продуктов опреснок. От последней продукции приготовила опреснок. Накормила Илью. И нахранила Илья. Что теперь будет с ней, с ее сыном, вообще непонятно. И как бы вы поступили? Как бы вы поступили в тази ситуация? Тяжелый выбор? Да ли, тяжкий избор? Очень. Очень тяжелый выбор. Много тяжелый избор. Не дать кушать своему ребенку, а его порции накормить незнакомого человека? Да не дадешь храна на своетоте, а с тази неговата порция да нахранишь чушь човек? Еще один принцип послушания. Быть послушным, когда непонятно. Мы не можем понять и вместить всего Божьего плана и замысла. Не можем разбирать цель Божьего замысла в нашем животе. Может быть, даже это и ни к чему. Может быть, дури ко мне, что не надо доведать. Через послушание мы также растем. Через послушание все, что израствованы. И получаем много благословений. И получаем много благословений. Можем сказать на это Аминь? Аминь. Послушные дети всегда получают благословения. Друзья, быть послушным даже тогда, когда не видишь и когда непонятно. Да будешь послушным, даже когда не виждаешь и не разбираешь. Это похоже на ту ситуацию жизненную, когда маленькому ребенку надо послушаться своих родителей. Това приличная жизненная ситуация, когда дитя требует послушать родителей. Просто послушаться. И родители не всегда могут объяснить своему малышу, почему ему нужно поступить именно так. И не винаги родителите могут объяснить на детето си, защо трябва да поступи само по този начин. Потому что не всегда им это могут понять. Защото те не винаги могут да го разберат. Могу сказать про себя. Мога да кажа за себе си. Что у меня тоже случалось такое. Че и при мен се случваше така. Не знаешь, что делать. Не знаешь, как его доправишь. Не знаешь, как поступить. Нет понимания происходящего. Не разберешь, какого случёного. Нет однозначного толкования Божьего Слова. Как поступать в определённой ситуации. Когда се поступу в определённой ситуации. Как быть? Как добудем в этой ситуации? Быть послушным. Быть послушным, когда не видно и когда непонятно. Послушание — это второй критерий или показатель вашего духовного роста? Какой был первый? Любовь. Отлично. Второй — это послушание. Третий показатель духовного возрастания. Давайте мы откроем третье место в Писании. Это послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Послание к римляне, 8 глава, 28 стих. Это тоже стих всем известен. Тоже стих, все, что познал цички. Учим наизусть его. Итак, все нашли? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Запомните этот стих. Запомните этот стих. Все содействует ко благу. Чистичку содействия за добро. Третий показатель духовного возрастания — это? Третий показатель за духовное возрастание — это служение. Твое служение. Находишься ли ты вообще в теле Христовом? Намираш ли ты в теле Христовом? Какую функцию ты там исполняешь? Как хорошо и усердно ты в этом преуспеваешь? Как добре и усердно успеваешь в това? Чем больше человек познает Бога, тем больше он совершает служение. Чем больше он служит, тем больше у него получается познавать Бога и сердце Христа. Чем больше он служит, тем больше у него получается познавать Бога и сердце Христа. То есть это такое действие с двухсторонним эффектом. Поэтому если вы уже долгое время ходите в церковь, и ако долгое время посещавате церковь, считаете себя духовно зрелыми, и мислите си, че сте духовно зрел човек, но пока нигде не задействованы в служении, но още никъде не служите. Не заблуждайте се о вашем духовном состоянии, пожалуйста. Не се заблуждавайте за ваше духовно состояние. Если ты знаешь Бога, изучаешь и размышляешь над Его Словом, то это должно отражаться в твоей жизни. В твоем служении. Кто с этим согласен? Можем сказать на это Аминь? Аминь. Чем больше мы знаем Бога, тем естественнее продвигается наше служение. Какого-то повече опознала Бога, толкова по стремительному сразиву наше служение. Давайте мы еще раз прочтем этот стих. И наика, оштовы наш, да прочитаем този стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как сегодня в людях, люди в церквях слышат этот отрывок? Мы читаем одно и то же место. Как всегда ходят в церкви, и чуват този отказ. Многие из нас, читая этот стих, понимают, что жизнь наладилась. И больше никаких проблем и трудностей в нашей жизни не будет. Друзья, они понимают не так, как Павел написал. Не то, что он имел в виду. Многие личности, которые описаны в Библии, после встреч с Иисусом Христом, их жизни стали гораздо сложнее. Из-за веры. Из-за веры в Иисуса Христа. Но написано, что любящим Богу все содействует ко благу. Давайте переосмыслим слово «все». Что это значит? Все, это значит «все». Без исключений. Сколько в мире цветов и оттенков? Речь идет о всех. Весь спектр. Сколько эмоций жизненных ситуаций происходит? Мы говорим только о хорошем или о всех? Апостол Павел имеет в виду все. Все, что происходит без исключений. Не написано, что только хорошее. Или не написано, что только негативно, и не пишет, что только негативно. Друзья, все содействует ко благу и твоему духовному росту. Всичко содействует за добро и за твой духовен рост. И хорошее, и плохое. И добро, и хубаво, и лошо. Все происходящее. Всичко, которое се случилось. Иногда даже смерть. Дори понякога смерт. Глядя на сегодняшнюю ситуацию в мире, мы являемся с Вами свидетелями гонений на христианский мир. Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке. Самая допугледная ситуация это на Ближний Исток. Что происходит с верующими там? Какво сослучива со свярвашься там? Как с ними обращаются и что происходит? Как собрышься в состях и какво сослучива. Но сейчас даже далеко ходить не надо. Всегда дури не треба, доходим, надо лечь. К нашему большому сожалению. Даже здесь, в Европе. Постулаты христианства считаются устаревшими. Немодными и неактуальными. Борьба за пресловутые человеческие ценности вышла на невероятный уровень. Когда Божий закон он просто попирается и выбрасывается. Есть случаи, когда за молитва в общественном месте заводятся уголовные дела. Совсем недавно, может быть, месяц или два назад произошла такая ситуация. Могу быть не точным, кажется, или Ирландия, или Англия. Был подобный прецедент, когда на женщину завели уголовное дело. Если интересно, пять минут могу посвятить этому. Значит, там был один медицинский центр, в котором женщины делали прерывание беременности. Поместная церковь решила, что она будет выходить туда ежедневно, становиться перед этим медицинским центром и молиться. Ну, мы можем только предполагать, за что они молились. Можем самому предполагать, за какого соси молили. Но они просто стояли и молча молились. Никаких действий больше не производили. Просто стояли там, соси молили, Это больница обратилась в суд. И та заболница обратились в полицию. И на законодательном уровне всем запретили приближаться к этому медицинскому центру. На законодательном уровне у него на всички забронили до ближава та заболница. И молиться. И да сымолят. Эти верующие вроде как стали исполнять этот закон и перестали появляться перед этим медицинским центром. Причем этим законом была определена дистанция, ближе которой они не могут приближаться к этому центру. И вот однажды одна женщина остановилась перед этим медицинским центром. Не могу сейчас сказать точно знала она об этом законе или нет. Не могу докажать дали тебя и знала за то же закон. Но она просто остановилась и закрыла глаза. Тя просто испряла и затворила учительщик. Полицейский, который стоял рядом. И полицай, который был пред. Подошел к ней и сказал Вы скорее всего молитесь. И той, до души при ней попитал Вы се молите? И только на этом предположении ей было предъявлено уголовное преследование. И само вверху това предположение какое-то оказал полицай, тя ее получила уголовное дело наказательное. Сейчас ей дам предъявлено уголовное обвинение в нарушении закона. И сега тя има наказательное обвинение тюремный срок. За нарушаванный закон и сега може да я да попадный в затвор. Нам очень тяжело вместить в нашей голове. Много трудно да поместим в глотаси. Как даже такая ситуация может послужить ка благу. Как такая ситуация може да содействовать с добро. Аминь. На первый взгляд это кажется вообще чем-то невероятным и очень-очень плохим. Но если мы снова посмотрим на слова апостола Павла, все содействует ко благу. Иисус не обещал, что будет легко. Наоборот. Он предупреждал что будут гонения. Что вас будут гнать за мое имя. За веру в меня. Многие из нас переживали самые разные моменты в своей жизни. Я верю, что все это содействовало и содействует ко благу. Для чего это в вашей жизни? Зачем вам этот пережитый опыт? Это похоже на действия разведчика-первопроходца. Перед тобой 360 градусов Самых различных путей и вариантов. Но есть только одна нужная. И этот путь очень-очень узкий. Как только ты по нему пройдешь, выберешь правильное направление, изберешь правильное направление, за тобой след в след пойдут другие люди. Вы понимаете, о чем я говорю? Разберете ли, как вы говорите? Возможно, для того, чтобы обрести тот жизненный опыт, которым вы сейчас можете поделиться с другим человеком через свидетельство. Можете кой-то, что можете поделиться с другими хорами. Послужить. Да послужите на тях. Поддержать. Да подкрепите. Помочь. Да помогните. Что-то сказать. Да кажете нечто. А иногда и промолчать. А понякога и просто да си помолчите. Обнять и утешить. Да пригрнете и да утешите. Отогреть и принять. Да стоплите и да приемете. Как вы проходили через свои трудности. Как сте преминавали свои трудности. Какие чувствования вы пережили. Какие чувства сте преживявали. Какое слово в этот момент вы получили от Господа. И какви думи от Бога сте получили. Когда вы этим делитесь с теми людьми, кто в этом нуждается. С тези хора, които се нуждают в това. Что происходит? Какво се случва? Происходит внутреннее исцеление. Случва се внутреннее исцеление. Восстановление. Самое главное происходит победа. И най-важно то се случва победа. Аминь. Друзья, в теле Христовом есть очень много функций. Очень много служений. В теле Христос има много функций и много служений. Здесь всегда нужны руки, нужна помощь. Винаги има нужда от рецея, от помощь. Здесь всегда нужны люди, молитва, еда, уборка. Винаги нужны молитвата, хора, храна, почистване. Не обязательно обладать какими-то способностями или хорошим голосом. Дори не нужно да имате хубав глаз или някакие специальные способности. Здесь всегда найдется применение для каждого человека. за всякий человек, кто хочет духовно возрастать и нести служение. Аминь. Друзья, я благословляю вас именем Иисуса Христа, чтобы мы не примиряли эти критерии к другим людям. И благословим ви с Иисус Христос да не взимайте тези критерии за другите хора. То есть да не оценявате другите хора по тези критерии. Самое главное, чтобы мы по этим критериям оценивали себя. Най-важно по тези критерии да оценяваме себе си. Насколько больше во мне становится любви? Насколько я послушен? Как и какое служение я несу? Являюсь ли я полезным в теле Христовом? Я благословляю, чтобы каждый из нас духовно возрастал. Чтобы все мы превращались и росли из маленьких деток духовно зрелых взрослых людей. Аминь. Давайте склоним наши сердца и помолимся. Дорогой Господь, дорогой Иисус, скопи Божий Отец Иисус, благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, за то, что Ты питаешь нас. Господь, мы обращаемся к Тебе сейчас и просим, сделай, пожалуйста, наши сердца мягкими и податливыми для Твоей воли. направи и сделай из них огромные сосуды для принятия Твоей любви. И поставь эти сосуды огромный кран, чтобы изливать эту любовь. чтобы через наши сердца, через наши жизни протекала и растекалась Твоя любовь. Помоги нам стать послушными Твоему Слову и Твоей воле. Без всякого прикословия повиноваться под Твою руку. Пусть наши мягкие податливые сердца станут убежищем для тех людей, кто нуждается в поддержке. Благослови нас, пожалуйста, горячей Твоей любовью. Благослови плоды рук наших. Используй нас в своих руках как нужный инструмент. И помоги каждому из нас найти место в Твоем теле. Чтобы каждая клеточка Твоего тела исполняла ту функцию, которую Ты наделил нас. За все благодарим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу.